Девять крупных организаций завершают последние приготовления, закупают необходимый инвентарь, нанимают в штат дворников. Когда в Самаре начнется большая уборка, расскажет наш корреспондент. Очистить фасады домов от граффити, отремонтировать водосточные трубы, покрасить урны и лавочки – это только часть работ, которые предстоит сделать управляющим компаниям в течение месячника по благоустройству. Основная задача сейчас – убрать оставшийся снег и собрать весь мусор. На совещании в городском департаменте ЖКХ управляющие компании отчитали все готовности к работе. Техника и дворники есть, а вот необходимый инвентарь в нужном количестве пока закупили не все. Ежегодно в уборке города принимают активное участие самарцы. Метел и мешков для мусора должно хватить всем. Население обеспечим инвентарем порядка 200 единиц метел, лопат, приготовленных уже и порядка 1000 мешков для мусора. Очень маленькое количество инвентаря вы запланировали. Люди готовы будут выйти, когда у них есть уверенность, что мусор, который они соберут, будет вывезен, что инвентарь им выдадут. Со своей работой на 100% должны справиться и дворники. Многие управляющие компании сейчас дополнительно принимают штат людей. Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов поручил контролировать работу дворников в районах. Есть у нас информация, что несмотря на нагрузку, которую вы им даете, как вы говорите, 1,3 и так далее, рабочий день дворника на самом деле очень непродолжительный. По факту, фактически. Люди работают где-то там, выходят на 2 часа и все, и потом их просто не видно. Большая просьба ко всем проконтролировать количество, реальное, чтобы люди не уходили с работы, чтобы люди обслуживали ту норму уборки, которую им поручено. Большую уборку города в этом году начинают раньше. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне город должен быть полностью приведен в порядок. Хочу сразу сказать всем, чтобы все осознали, что, учитывая приближающийся юбилей Победы, ответственность у каждого просто запредельная. Каждый руководитель управляющей компании, перевозчика муниципального предприятия также отвечает буквально головой. Проверка уборки территорий проходит еженедельно. Контрольные объезды совершает глава администрации Самара Олег Фурсов, его заместители, руководители департаментов и главы районных администраций. С этого года за каждым муниципальным служащим закреплен определенный участок, на котором он будет проверять благоустройство. Обходы уже проходят дважды в неделю и продлятся до мая. Завершить очистку крыш в городе в течение суток поручила руководитель департамента ЖКХ Юрий Козельский управляющим компанией. В среднем скатные кровли в районах очищены на 90%. Установившаяся теплая погода может ускорить сход снега и наледи там, где крыши еще не очищены. Поэтому справиться с этой задачей специалисты должны в кратчайшие сроки. Районам взять на контроль, управляющим компаниям провести инспектирование всех 100% кровель. Там, где необходимо сбросить, если где остался снег налить, его надо решить до конца завтрашнего дня. Уборка дворов и улиц тем временем в городе идет полным ходом. В преддверии месячника по благоустройству муниципальные предприятия Самары наводят порядок во всех районах. Из Ленинского наш репортаж. До весенней генеральной уборки в Самаре еще две недели, а в Ленинском районе уже кипит работа. На улицах и во дворах ежедневно трудятся более сотни человек. Привести район в надлежащий вид, только часть запланированных работ. Также необходимо произвести ремонт проблемных объектов. Наметили определенный план работ по ремонту цокольных частей фасадов. Это касается управляющих компаний. Также будут ремонтироваться водосточные трубы, контейнерные площадки будут приводиться к ремонту. Каждая бригада дворников в день убирает до 4000 квадратных метров территории. Общий объем работ может составлять 12000. Это более сотни дворов Ленинского района. Чтобы уложиться в график, на уборку выходят дважды в сутки. Начали работать бригады по ворошению снега, которые мы распределили на 4 бригады. Бригада работает на Шанхае, бригада на Чапайке 180 и бригада Владимирской 7 и Оксакова 23. Справляемся со всем объемом работы, который мы запланировали на день, мы его выполняем. За состоянием дорог и тротуаров следят не менее тщательно. Рабочие трудятся в круглосуточном режиме. Главная задача – освободить город от снега и льда. В дневное время занимаемся ворошением снега, удалением наледи с тротуаров. В ночное время происходит вывоз снега на полигоны, ну и также снятие наледи с тротуаров. Также занимаемся очисткой урн, сбором постороннего мусора с тротуаров. В Ленинском районе в сутки вывозят полторы-две тысячи тонн снега. Для этого задействуют порядка 40 машин спецтехники, каждая из которых делает в ночь до 15 рейсов. В апрельской генеральной уборке готовы принять участие и горожане. Мы сами уберем и потом будем думать на самом деле, понимаете, что в следующий раз не бросим ни бутылки, ни бумажки и так далее. Нужно обязательно, чтобы чистота была, порядок, все. Это поможет сделать город чище, и детям будет приятнее, и самим будет приятнее ходить и находиться, время проводить. Чистота в Ленинском районе под строгим контролем. Ежедневно представители местной администрации ездят по улицам с проверками. Претензии к рабочим еще есть, но грядущая генеральная уборка поможет быстрее справиться с мусором и снегом. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Задержан второй подозреваемый по делу об избиении сотрудника городского департамента потребительского рынка Дениса Ильина. Напомню, преступление было совершено 6 марта примерно в 4 часа на улице Галактионовская, когда Ильин выходил с работы. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Одного подозреваемого сотрудники полиции задержали еще на прошлой неделе. Второго объявили в федеральный розыск. Полицейские провели полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, определили круг общения предполагаемого злоумышленника, отработали его связи на территории Самарской области и за ее пределами. В результате проделанной работы сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что молодой человек 1990 года рождения в ближайшее время может вернуться на территорию Самары. В местах возможного появления подозреваемого были выставлены засады. Сегодня утром его задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Здоровье не купишь или сколько стоит хорошее самочувствие? На пресс-конференции представители фармобизнеса и Минздрава рассказали журналистам, чего ждать от цен на лекарства в этом году и будут ли созданы государственные аптеки. Тему продолжит наш корреспондент. Сколько стоит быть здоровым и как не разориться, покупая в аптеках медикаменты? Вопросы, волнующие, пожалуй, всех. Идти в поликлинику за рецептом или ограничиться нерецептурными препаратами? Что выбрать, отечественное или импортное лекарство? И сколько придется заплатить за корзину жизненно важных и необходимых медикаментов? Президент страны Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о создании сети государственных аптек, чтобы обеспечить население доступными препаратами. Частный фармацевтический бизнес в Самаре и сам готов брать на себя социальную нагрузку. Все контракты заключены, цены определены и изменяться они не будут. И те количества, которые должны быть поставлены, все поставлены будут. И здесь бояться какого-то дефицита и чего-то не стоит. По сравнению с 2014 годом цены на лекарства по результатам мониторинга отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств выросли в среднем на 3%. И в большей степени медикаменты бюджетного сегмента до 50 рублей. Связано это с тем, что подорожали расходные материалы, из которых делают таблетки. Производство лекарственных средств вообще дело непростое. Сейчас в Самаре всего 7 аптек, которые изготавливают рецептурные препараты. В 92 году их было 59. Это убыточная функция, безусловно убыточная. Она требует высокого профессионализма специалистов. Она требует огромного документа обороты. Этот вопрос стоит в том числе по созданию государственной аптеки. К сожалению, на сегодняшний день у нас осталось их 4, из них 3 осуществляют производственную функцию. Создадут ли государственные аптеки в Самарской области или же их функции распределятся между крупными фармацевтическими сетями, эти вопросы будут решать в Министерствах здравоохранения и Минэкономразвития. Мариана Мирная, Павел Пресняков, События. Энергосбережение, солнечные батареи, самые надежные и экологичные стройматериалы и новинки цифровых технологий. В экспо «Волге» стартовала 22-я международная специализированная выставка «Строительная неделя по Волжье». Участники не только могут представить свой бизнес, но и принять участие в конкурсе «Серебряный куб» в трех номинациях – строительная инновация, строительные материалы и строительное оборудование и техника. Кроме того, до 20 марта предусмотрены и программы конференций и круглых столов, а также антикризисные сессии. Это семинары и мастер-классы по маркетингу, продвижению и продажам в кризис, а также по особенностям ведения строительного бизнеса в данных условиях. Свои коррективы и список экспонентов внес и кризис. Свои площадки открыли только самые стабильные игроки строительного рынка. В этом году также акцент выставки сделан на грядущем чемпионате мира по футболу в 2018 году. «Здесь отражены и новые материалы, новые перспективы использования из материалов. И в традиционном вопросе Самары – это при дорожном строительстве, и, что самое интересное, для возведения объектов, непосредственно участвующих в организации чемпионата, ну и сопутствующих тоже. Здесь сегодня представляют не только традиционные стандартные решения, но и очень много технологических новинок, которые являются прорывными на сегодняшний день. И тот конкурс, который будет проходить, их, безусловно, будет изучать и отмечать». Финский, швейцарский, итальянский, но самый лучший – самарский шоколад. О том, что Россия – щедрая душа, знают, пожалуй, даже дошколята. Конфеты занимают достойное место не только на праздничных столах, но и на мировом рынке. Фабрика прославилась на всех широтах. Огромная заслуга первого директора шоколадки Елены Шпаковой, которой 18 марта исполнится 90 лет. С юбилеем Елену Васильевну поздравила наша съемочная группа. «Жизнь как горький шоколад», – говорит Елена Васильевна Шпакова. Первому директору шоколадной фабрики России не всегда сладко жилось. В детстве была сладкоежкой, потом шоколад стал работой и как-то разонравился. Зато появилась гордость за свою продукцию. Горький шоколад – самый дорогой, самый хороший шоколад. И в то же время-то горький. Не так легко это все было, чтобы получить известность такой, чтобы фабрика звучала на весь мир, не только на весь Союз. Тоже это в советское время было. Это надо было как-то еще получить такое. Это своим качеством. Почетный гражданин города Самара, герой социалистического труда, заслуженный работник пищевой индустрии, кандидат экономических наук. Такими званиями удостоена Елена Васильевна сейчас, но в 1948 году, только приехав молодым инженером из Москвы в Куйбышев, она была рядовым сотрудником, но очень настойчивым и целеустремленным. И в 1957-м она возглавила Куйбышевскую кондитерскую фабрику, которую пришлось поднимать практически с нуля. А с февраля 1969 года в Самаре началось строительство шоколадной фабрики «Россия», директором которой стала Елена Шпакова. А Москва тоже хотела, а Новосибирск хотела, а Украина хотела, Киев там, Ульяновск хотела, говорит, к 100-летию Владимировича Ленина надо построить такую фабрику и так далее. Все хотели, а надо было отстоять эту фабрику. За 22 года работы на знаменитой шоколадке под руководством Елены Шпаковой увидели свет любимые всеми, птичье молоко, родные просторы, сударушка. Все от мала до велика в широком ассортименте фабрики находят любимые сладости. Сама же шоколадная леди предпочитает розы. Несмотря на то, что всю жизнь работала с конфетами, говорит, что сладкого должно быть в меру. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Зорница вышла на финишную прямую. В Самаре прошел финал военно-спортивной игры. Лучшие команды со всей губернии померились силами в состязаниях на быстроту, ловкость и смекалку. Подробности в нашем сюжете. Борки автомата. Приступим. Собрать, перебрать, разобрать автомат девчонки справляются с задачей легко и непринужденно. И даже если что-то пошло не по плану, не теряются, продолжают намеченные. А девочкам нужно играть в военные игры? Мне кажется, каждый должен уметь. Да. Почему? Ну, может быть, это в жизни пригодится. Это финал областной военно-спортивной игры «Зорница». Лучшие команды в двух возрастных категориях, ученики младших классов и старшеклассники показывают свои умения. Стреляют по мишени, ходят с троем и поют строевые песни. Проходят экзамены на знания воинских званий и оказывают первую медицинскую помощь. Но самые любимые и в то же время самые трудные испытания – полоса препятствий. Хатик, 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 быстрее, 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 давай, на дерево. Команде нужно преодолеть дистанцию на время, выполняя по пути различные задания. А в завершении покорить канатную переправу. Это было весело и круто, ну, хорошо. «Зорница» стартовала в регионе в конце прошлого года. В ней приняли участие более 30 тысяч мальчишек и девчонок губернии. Они не только как совершенствовались, как воины, я имею в виду, в смысле умений, вот этих прикладных. Очень важно, что у нас есть и задача изучения военной истории, потому что мало быть умелым, надо уметь защищать родину сознательно. Команда победителя получит путевку в город-герой Минск. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Несколько тысячелетий истории, простая форма, практически неизменная до наших дней и почти всегда неповторимое сильное влияние на души слушателей. Школы игры на дудуке в Самаре нет. Однако, если желание научиться выводить в трогающий душу мотивы действительно велико, найти единомышленников можно. Анастасия Зубарева продолжит. Гладиатор Ридли Скотта в исполнении Рассела Кроу свои решения принимал под звуки дудука всемирно известного Дживана Гаспаряна. Этот инструмент считается традиционно армянским. Его даже называют «душа армянского народа». Современные исполнители уверяют, он для всех, у кого просто есть душа. В Самаре найти хороший инструмент достаточно сложно, а уж тем более научиться на нем играть. Однако для психолога и психотерапевта Олега Кузнецова невозможной эта задача не оказалась. Врач рассказывает, столкнулся с этой музыкой в своей работе и обратил внимание, как действуют на слушателей волшебные звуки. Заинтересовался, что же это такое. Ну, влюбился в него просто, ну, невозможно. Потом, знаете, такая безумная идея, вот, вот, хочу выучиться, и все. В Самаре выучиться, где его взять. Школы игры на этом инструменте в Самаре нет. Тут помогла большая удача. В Самару из Питера на выступление приехал настоящий мастер этой музыки – Ардишти. Он и стал учителем и наставником Олега Эдуардовича. Основа основ – почувствовать инструмент. Исполнители говорят, он живой не только в переносном смысле этого слова. Корпус изготавливается только из персикового дерева и только вручную. А трости – по специальной технологии из прессованного бамбука. Как это часто бывает, простой внешний вид в себе таит богатый внутренний мир. Дружба народов и в музыке дает свои плоды. После визита в Самару Ардишти его репертуар пополнился лирическими русскими народными песнями, которые гармонично ложатся на глубокие, наполненные смыслом звуки дудука. В ЮНЕСКО музыку дудука признали одним из шедевров всемирного нематериального наследия. И это вполне объяснимо. Вот слова Джоанна Гаспаряна. Главное богатство – это золото души. Под эту музыку приходят красивые и добрые мысли. Ты можешь думать, как Христос, становиться настоящим, становиться истинным человеком. Я хочу пробудить человека в человеке. Пусть обретает себя. Анастасия Зубрева, Максим Госев, События. Льготную ипотечную ставку могут снизить с 13 до 12% годовых. Первоначальный взнос по таким жилищным кредитам будет составлять не менее 20%. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Считайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Конфисковывать жилье у валютных ипотечников пока не будут. По крайней мере, если недвижимость является единственной для заемщиков. Об этом заявил Центробанк. Таким образом, регулятор поддержал предложение правительства о невзыскании, заложенной по валютной ипотечной программе недвижимости до 1 января 2016 года. А вот предложение об установлении щадящего курса регулятор не поддержал, поскольку не увидел в нем источника и механизма компенсации значительных убытков, которые понесут кредиторы при его реализации. Ну, хоть квартиры не отбирают. И то ладно. Продолжение следует. В Борге кредит составит до 8 миллионов рублей. Для заемщиков из других регионов – до 3 миллионов рублей. Увы, нынче немногие себе даже льготную ипотеку смогут позволить. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1622 пункта. Лидеры роста – Алроса, АФК «Система», НМТП, ФосАгро, Московская биржа и Префисбербанка. Среди лидеров падения – бумаги «Мичелла», «Полюс золота» и «Акрона». Позитив на российском рынке поддерживает зеленое закрытие европейских и американских площадок, а также отскок вверх фьючерсов на черное золото. На азиатских рынках преобладают покупки, и только гонконгский индекс Хангсенг снижается. Курс доллара на 17 марта – 62 рубля 14 копеек, курс евро – 65 рублей 40 копеек. Золото стоит 2311 рублей за грамм, серебро стоит 30 рублей 97 копеек за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 53 доллара 68 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова проиграла очередной теннисный турнир. Дзюдайстка Ирина Заблудина выиграла серебро на турнире «Пан Америка». Баскетбольная Самара расколола ижевский купол. Баскетболисты Самара РСГ в встрече с ижевским клубом «Купол Родники» открыли пятиматчевую домашнюю серию на финише регулярного чемпионата Суперлиги. Аутсайдер соревнований «Купол» перестал оказывать сопротивление уже в первой четверти – 26-16 в пользу экономистов. Не изменилась ситуация на паркете и табло и после ввода в игру самарских резервистов. Александр Галяхов, Сергей Жульков, Алексей Назаров и Сергей Расказов тоже отметились точными бросками в корзину. В итоге встреча завершилась убедительной победой Самара РСГ с баскетбольным счетом 108-75. Горожане пока на втором месте в турнире Суперлиги. Ирина Заблудина выиграла серебряную медаль на открытом турнире под «Зюдо Пан Америка». Самарчанка неделю назад отметилась победой на аналогичном турнире в Чили. В Уругвай первую схватку с американкой Ирина выиграла венесуэлку. Самарчанка одолела лишь на последних секундах встречи. Финал Заблудина вела по очкам, однако проиграла по предупреждениям. На этот раз чемпионкой Америки стала представительница Испании. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла турнир в США. В матче третьего круга одиночного разряда спортсменку уступила испанке Карли Навара. По рейтингу она 13-я, однако это первая победа Навара в семи матчах против Павлюченковой. В парном разряде тандем Павлюченкова-Кудрявцева во втором раунде соревнований сдался дуэту Мартины Хингенс в Швейцарии и Санни Мерзы Индия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова